Здравствуйте, Николай Иосифович. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько предприятий и как активно уже включились в работу в рамках пилотного проекта Федерального Центра Компетенций? Я, наверное, скажу два слова о программе в целом. Программа предполагает охватить все 85 регионов за 5 лет, и охват предприятий составляет около 10 тысяч предприятий. Участвует уже более 200 предприятий из 16 регионов. Что касается регионального центра в Белгородской области, сколько здесь предприятий планируется включить в работу? Мы предполагаем, что в проект попадет приблизительно чуть более 140 предприятий, соответствующие критериям участия в проекте. Это не сырьевые отрасли, это диапазон выручки от 800 миллионов рублей до 30 миллиардов. Вот из этих 143 предприятий в периметре силами Федерального Центра Компетенций будет выполнено примерно 25, силами Регионального Центра Компетенций около 80. Остальные предприятия будут работать в так называемой модели самостоятельного достижения результатов. При этом мы как минимум обучаем на этих предприятиях определенное количество специалистов вот этим инструментом бережливого производства, чтобы они не оставались, скажем так, один на один в этом проекте без понимания, без знаний, подходов и так далее. Основная цель и задача проекта – это к 2024 году достичь уровня роста производительности труда годового на уровне 5%. Например, за последние 5 лет производительность в Российской Федерации выросла всего на 1,2%. То есть, если говорить о том, насколько амбиции внутри программы действительно велики, то я считаю, это достаточно серьезные амбиции. И, пожалуй, только Китай за последние несколько лет показал вот такой рост по производительности труда. Сам показатель, если вы исчислять, например, в долларах на один отработанный час, получается примерно 24 доллара на час отработанного времени. Вот аналогичные показатели в Европе как минимум в два раза больше – 48, 50, 55 долларов за час. Ну и есть там безоговорочные лидеры, например, Норвегия показывает уровень производительности труда – 74 доллара за один час отработанного времени. То есть в три раза выше, чем в Российской Федерации. Проект на самом деле закладывает в себя первоочередные цели повышения качества продуктов и услуг, производимых нашими предприятиями. Снижение себестоимости, то есть обеспечение тех самых конкурентных преимуществ, которые нужны как внутри Российской Федерации, так и за рубежом. Все предприятия, 50 из 80, с которыми мы уже работаем, на первых этапах реализации проекта доказали, что не сокращая практически существенный персонал, происходит объем роста производства в натяженном мощностях и с тем же количеством персонала, появляется возможность для сбыта продукции, потому что снижается себестоимость, появляется конкурентоспособность, и мы верим именно в эту модель. Вы привели примеры других стран. За счет чего такая разница в показателях производительности труда? А вот именно за счет того, что мы называем бережливым производством, мы порой очень невнимательно относимся к тем потерям, которые существуют на производстве. То есть, если это наши с вами личные потери, например, нам сократили заработную плату, не дай бог, мы лишились работы, то мы с вами, естественно, это замечаем, как люди, потому что это касается нас персонально. Но когда на предприятии там пролеживает лишняя продукция, тут брачок выдали, тут еще что-то, это считается проблемами предприятия, не моими личными. Вот смысл в том, что благодаря инструментам бережливого производства мы должны поменять отношения людей и культуру на предприятии таким образом, чтобы люди ко всему на предприятии относились как к своему. Но для этого еще необходимо создать ту неденежную мотивацию, когда это не просто желание помочь своему предприятию, но и быть услышанным, быть правильным образом замотивированным, получить вот эту какую-то позитивную обратную связь от руководства, в конце концов, получить новую должность или там вместе с коллективом выиграть какую-то премию, все что угодно, все то, что людей мотивирует на работе быть более профессиональным. То есть сотрудник должен чувствовать себя нужным, востребованным? Абсолютно. Наша культура пока не заточена на вскрытии проблем, их обсуждения внутри коллектива, потому что есть сразу боязнь того, что это может прилететь обратно в виде критики или чего-то еще. Это еще такой элемент нашей культуры, который мы унаследовали. Это, прежде всего, изменение в головах людей. Но это займет время. Я думаю, года три это такой оптимальный период, за который предприятие действительно поменяется. На котором как минимум 50% сотрудников предприятия скажут, слушайте, это такая классная штука, что я теперь ей живу, я использую эти инструменты, а самое главное, мне повышает еще и заработную плату, потому что мы больше зарабатываем, больше продаем, и мое предприятие становится лучше. А что касается центра компетенции, есть ли уже первая обратная связь от предприятий и какова она? На данный момент у нас уже есть прямо вот 10 живых заявок в регионе, в Белгороде. Из них 4 предприятия уже сейчас начали активную работу. Почему хотят этим заниматься? Ну, потому что, прежде всего, основные участники этой программы, те, кто находится сегодня в очень сильной конкурентной среде, они ищут любые возможности и способы для того, чтобы стать более конкурентными, чтобы снижать себестоимость, увеличивать качество, повышать качество продукции. Они понимают прямой эффект от этого. Нынешний форум мог бы пройти в другом регионе, или Белгородская область заслужила право стать местом его проведения? В регионе очень сильная команда. В регионе очень сильны уже многолетние процессы, в том числе вот этого проектного управления. Я чувствую, что в регионе есть все условия для того, чтобы он был одним из лучших в этой программе. Спасибо, Николай Юсифович, за беседу. Спасибо.